Привет, это последний ролик в этом году. Поздравляю с наступающим и сегодня вы увидите процесс сувенирной чашки с морем, тестирование нового 3d принтера и самое главное сегодня я объявляю начало розыгрыша этого крутейшего грута. Я напечатал его на одном из своих принтеров, покрасил и немного озеленил. На мой взгляд это прекрасный подарок и сувенир. Все кто хочет принять участие в розыгрыше нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и оригинально поздравить всех с наступающим в комментах. И еще, а и все, больше никаких условий результаты конкурса я оглашу 10 января, выберу самое оригинальное поздравление. Копаясь в интернете в поисках интересных идей для диорам я случайно наткнулся на рисунок где в кофейной чашке было нарисовано бушующее море. Стало просто интересно как это смотрится в реальности. Не так давно мне приехал новый принтер, на этот раз настоящий комбайн 3 в 1 от компании Snapmaker. Принтер умеет печатать филаментом, это такой пластиковый шнур намотанный на катушку. Также принтер умеет делать фрезерование и лазерную гравировку. Коробка приехала из Китая, ну а какой принтер сейчас не делается в Китае. Размер коробки небольшой, я сравниваю с принтерами на полимере, а все потому что он доставляется в разобранном виде. На первый взгляд все очень приличное и качественное. Для каждой детали свое место. Детали все металлические и качественно собраны. В комплекте много всего. Катушка с белым филаментом, две пары очков с зелеными стеклами для защиты от лазера и прозрачными для работы с фрезеровальным станком. Также дополнительно идет в наборе флешка. Два столика, один для 3D печати с подогревом, другой для гравировки и фрезерования. Как же один маленький снэпмейкер выполняет сразу три разные функции? Все просто, в комплекте идет три небольших блока одинакового размера. Это для 3D печати, это для лазерной гравировки и это для фрезерования. Один коммутационный блок управления всем этим. Приступаю к сборке. На каждый станок есть своя подробная инструкция. Все детали очень точно подходят друг другу. Сборка не сложная, просто займет время, да и в процессе можно получить удовольствие, как при сборке конструктора лего. Для того, чтобы сделать море, я сначала собираю 3D принтер. Принтер собран. Подключаю все провода и разъемы. Как видите, принтер совсем небольшой, как раз для домашнего использования. У меня самый маленький, есть еще два размера, каждый больше предыдущего. Тут надо подбирать под ваши задачи. Перед началом работы мне требуется выполнить калибровку. Включаю принтер, перехожу в настройки и выбираю пункт калибровка. Сопло опускается к центру платформы. На дисплее появляются кнопки для настройки 4 точек. Нужно последовательно настроить все 4 точки. Начинаю с первой. Для калибровки мне потребуется лист бумаги. Подкладываю лист под сопло и опускаю сопло так низко, чтобы оно прижало лист площадке. Лист должен двигаться с усилием. После этого можно переходить к следующей точке. После того, как все точки настроены, сохраняю и возвращаю сопло к центру платформы. Чтобы протолкнуть филамент в сопло, для этого нужно его нагреть до 200 градусов. Для этого в настройках выбираю пункт заменить филамент. Вставляю филамент с нажатой кнопкой на блоке до упора. Температура быстро поднимается и на отметке 180-190 можно протолкнуть филамент дальше, чтобы из сопла вышел пластик. Теперь принтер готов к работе. В слайсере подготавливаю модель к печати и на флешке переношу ее в принтер. Запускаю печать. Печать кусочка моря для чашки занимает 4 часа 50 минут. Отличие 3D принтеров на филаменте от принтеров на жидком полимере огромное. Скорость печати полимерников зависит от высоты объекта, а скорость FDM или в нашем случае FFF принтеров зависит от ширины и высоты объекта. У принтеров FDM на филаменте есть камера, внутри которой поддерживается одинаковая температура, чтобы расплавленный филамент из сопла не успел остыть. Таким образом исключаются случаи остаточного напряжения в изделии, которые приводят к деформации. В моем случае принтер Snapmaker это FFF принтер. Он не комплектуется камерой и он в первую очередь предназначен для любительской печати. Вот и произошло как раз то о чем я говорил. Разность температур сыграла свою роль и модель немного повело. В целом это можно пофиксить если принтер накрыть чем-то, но для моей задумки модель можно использовать и такую. После печати на FFF принтерах объекты требуют большей постобработки по сравнению с изделиями напечатанными на полимерниках. Есть несколько способов обработать поверхность, например специальной химией или зашкуривать наждачкой. Химии у меня под рукой никакой нет, а зашкурить море не представляется возможным. Я решил замазать поверхность латексной шпаклевкой. Как только слой подсох я наношу второй слой. При этом я шпаклевку разбавил клеем, так смесь стала более текучей и ее проще наносить на модель. Мне потребовалось 4 слоя, чтобы модель стала абсолютно гладкой. Делаю опалубку из пеноплекса. Для отливки силиконового молда использую жидкий двухкомпонентный силикон. Производитель не принципиален. Важно, чтобы он был текучий, хотя способ с обмазочным тоже имеет место быть. Компоненты смешаны и я выливаю смесь в опалубку. Смешиваю два компонента прозрачной эпоксидки. Я использую эпоксидку EpoxyMax Decor от компании смола 20. По ссылочке в описании ее можно приобрести, а я с этого получу небольшой бонус на красители для эпоксидки. Эта эпоксидка отверждается примерно за сутки и из нее легко выходят пузыри. Так как бонусов я еще не получил, то использую краситель от Woodland. Он бледноват и его дополнительно придется подкрашивать акрилом. Существенный минус в подкрашивании акрилом в том, что он плохо размешивается и в эпоксидке остаются мелкие фракции акрила, похожие на пыль. Выливаю эпоксидку в форму. Пока эпоксидка сохнет, я напечатал небольшое рыбацкое судно. Есть время его собрать и покрасить. Покрываю серым цветом из аэра. Борты судна гладкие, так как я их уже предварительно зашкурил. Я сделаю серую полоску по корпусу корабля. Остальное будет красным цветом. Для создания маски использую ультра узкую изоленту. Чтобы изолента не оторвала краску после покраски, я предварительно наклеиваю ее на руку, чтобы клейкий слой стал слабже. Крашу остальные элементы корабля и прохожу с черной смывкой, чтобы лодка не смотрелась как новая. Приклеиваю мачты. Тросы между мачтами делаю из тонкой нитки. Лодка готова, а эпоксидка уже отвердела и самое время доработать ее. Как видите поверхность моря матовая. Это произошло из-за того, что я снимал слепок с матовой поверхности. Чтобы эпоксидный слепок получился сразу прозрачный и глянцевый, то следует в несколько слоев мастер модель залить автомобильным аэрозольным лаком. Для имитации пены на море я смешиваю вспененную замазку и клей мод подж. Основные волны выделены и теперь сухой кистью белой краской выделяю несколько мелких волн. Дополнительно тонкой кистью дорисовываю некоторые волны получше. Приклеиваю лодку в отведенное место. Вокруг корабля пену и след от него я делаю все той же смесью замазки и клея. Большой всплеск у носовой части корабля я делаю с помощью вейперского хлопка смазанного глянцевым прозрачным клеем Liquitex. Клей тяжелый и моделирование брызг происходит в несколько этапов, попутно ножницами задаю нужную мне высоту и форму. Преимущество этого клея в том, что после высыхания он становится абсолютно прозрачный и лучше всего имитирует воду. Также с помощью него можно сделать мелкие капли. Все готово, вклеиваю море в чашку. Спасибо, что смотрели, пока! Субтитры сделал DimaTorzok